В редакцию новостей нашего города сегодня обратились родственники погибшего на Ямале тюменца, тело которого до сих пор им не передали. Напомню, трагедия на переправе через Обь произошла вечером 22 февраля. Под лед ушел грузовой автомобиль, который принадлежал компании Спецстроинвест. В нем находились два человека. Согласно официальным данным, колонна из нескольких автомобилей отклонилась от официального зимника, который в тот момент был закрыт. Три машины благополучно проехали участок, а под четвертой лед треснул. В прокуратуре приуральского района сообщили, по данному факту следственный отдел проводит доследственную проверку. Новостям нашего города удалось по телефону в Тюмени связаться с сестрой Сергея Тумкива, пассажира утонувшего грузовика. Она рассказала, что уже не раз обращалась в правоохранительные органы и к работодателю брата. Но ясности пока никакой нет. И как сообщили сегодня в управлении аварийно-спасательной службы округа, работы по поднятию тел погибших не позволяют начать погодные условия. В последние дни регистрируется слишком низкая для подводных работ температура воздуха и сильный ветер. А сегодня и вовсе объявлено штормовое предупреждение. Судя по прогнозу синоптиков, работы спасатели смогут начать не ранее, чем послезавтра. То есть неделю после происшествия. По подъему самого грузовика проводиться однозначно не будут. А по подъему тел погибших при установлении погодных условий, соответствующих для возможности работы водолазов. Поэтому, как установится погода, будет замерено течение, глубина. Если позволяет данные глубины и течения погружаться нашим водолазам, которые имеют свою специализацию, имеющуюся у них, то они будут проводить работу. Если нет, то, возможно, будут с Сургута приглашены водолазная группа, которая имеет соответствующую квалификацию на больших глубинах работы.